Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и наш традиционный прогноз на матч Англии и Ирана. Чемпионат мира, группа B, первый тур, дебютируют две эти команды на этом мундиале. Ну и давайте поговорим про сборную Англии. Англия заняла первое место в отборочной группе и без всяких стыков автоматически попала на групповую стадию чемпионата мира. Стоимость сборной по трансфер-маркету более 1 миллиарда евро. Сейчас занимает сборная Англии пятое место в рейтинге FIFA. Иран более такой трудный путь прошли, но без всяких, ну так получилось, что трудностей, потому что просто путь у них был длиннее. Пока здесь рассказывал, забивает Мейсон Маунт уже на шестой минуте и выводит сборную Англии вперед. Если англичане провели один такой вот отборочный этап, именно прошли группу отборок чемпионата мира, то иранцы прошли два отборочных этапа, но все замечательно на обоих этапах, в обоих раундах заняли первое место. Ну и сейчас сборная Ирана идет на 20-м месте рейтинга FIFA. Но забил Мейсон Маунт, такой неоднозначный игрок, в любом случае лидер в своем клубе в Челси. И мы видим сейчас, что Иран сравнивает счет уже на 14-й минуте. Быстро, быстро получилось. Но здесь игроки не будут сидеть, где-то отсиживаться в обороне, потому что, а зачем? Надо бежать вперед. Эти эмоции нужно ощутить на себе, когда твоя команда бежит в атаку именно на чемпионате мира и забить на Мундиале. И это дорогого стоит. И вот сборная Ирана забивает ворота сборной Англии. Тут вот через буквально 5 минут очередной момент у англичан. Кейн пробивает здесь на крылье. Маунт, передача на Рахима Стерлинга, удар и гол. Вот так вот два одноклубника здесь разыграли. Стерлинг полгода назад перешел из Манчестер Сити в лондонское Челси. Ну и здесь просто один-одинешник стоял. Без офсайдно, все аккуратно. Маунт уже делает гол плюс пас за первые 20 минут встречи Англия-Иран. Поэтому замечательно. Про англичан было много недомолвок. Кто-то не верит в эту команду, потому что вот так вот, можно сказать, провалили чемпионат Европы. Так отлично шли и проиграв в финале, там уже больше разговоров даже про главного тренера сборной Англии было, для чего доверил молодым. Но мы видим, что сейчас очень отлично дебютирует сборная Англии в этом турнире. Стерлинг забивает дубль, хороший удар, голкипер не достает до мяча и счет уже 3-1 в пользу сборной Англии. Но вот главное, чтобы не растеряли вот этот запал. Как мы помним, по чемпионату Европы они также отлично играли, вот, дойдя до финала и там, к сожалению, не получилось. А вот здесь вот, отлично, атака, штрафной неплохо был, конечно, разыгран, с небольшим рикошетом, но все было в рамках правил. И вот Сердар Азмун, известный многим российским болельщикам за выступления в российской премьер-лиге за разные команды. То будь Ростов, Рубин, Санкт-Петербургский Зенит, из которого он и перешел, если сейчас мне не изменяет память, полтора года назад или год, нет, вроде год. Год назад Ливеркузинский Байер, где получает мало времени по ходу этого сезона. Но в отборе как раз к чемпионату мира в азиатском просто показал шикарный свой уровень, шикарный класс на пик формы. Скорее всего, свой вышел. Ну и первый тайм закончился со счетом 3-2 в пользу сборной Англии. Видим, что уже во втором тайме неплохие атаки развивались у сборной Англии. Но в каком-то моменте не получилось забить Филлипсу, а зато здесь получилось забить Харри Кейну, капитану сборной Англии, про которого тоже было много слухов в начале сезона, что будет уходить в Манчестер-Сити. Даже какую-то забастовку делал, не приходил на тренировки, просто не вернулся в начало сбора перед сезоном. Но в итоге поумерил свой пыл, этот английский нападающий, и в итоге остался в Тоттенхеме. И вот забивает на чемпионате мира, тем самым установив окончательный счет встречи. 4-2 сборная Англии обыгрывает Иран. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жиданная встреча, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok